Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Ребята, я хочу всех предупредить, кто смотрит это видео. Это не обычный влог, к которому вы привыкли, а только дополнительные материалы к моему основному каналу, а именно к проекту Паранормальная. Если вы смотрите всё по маслу, то вы знаете, что я и Даня гоняли в страшную заброшенную усадьбу и там услышали непонятные голоса. И ещё раз собрались туда съездить, но уже со своими друзьями. Вот мы туда съездили, там кое-что произошло, и мне пришлось ещё раз туда направляться, чтобы снять полный выпуск Паранормального для основного канала. А для тех, кому не понравится это видео, стандартный влог «Всё по маслу» выйдет ровно через два дня в четверг. Будет круто, будет интересно, будет Николай Соболев. Вот такие враги. А сейчас видео. В общем, ребят, наступил тот знаменательный момент, когда вот эти вот бравые молодцы едут в заброшку к неизвестным призракам и прочей херне. Чувак, знаешь, что они здесь хотят сделать? Вышел от этого? Смотри, что они хотят сделать. Что это? Экспертическая доска. Чувак, ну чувак, они вообще не в семье. А женщина, которая мне это продала, она посмотрела на меня нереально испуганным взглядом и сказала вещь, что у вас всё получится. Она, блядь, угорала стопа. Ну что? Что, Малыш? В общем, ещё момент, смотрите, ребят. В этот момент ехал с мамой. Вот что мама мне прислала. Турю, я хочу с тобой очень серьёзно поговорить. И вообще, как бы, имею понятие вот о том, что вы делаете. Вам это баловство. Вы вызываете писарщину. Это называется, это демоны, понимаете? Это страшно. Это чертовщина, не страшина. И самая девальщина. Запрещаю просто мальчишкам, чисто по-матерински говорю, ребята, вообще, придите в себя. Вот я против вот этой хуйни, вообще категорично. Я за, чтобы мы пошли туда, да, я хочу почувствовать эти три эмоции, перенести это на себе, вот этот вот страх. Мы же делить собираемся. Давайте поделимся. Ребят, ещё раз, зачем нам вот это? Да, чувак, это что вы делаете так? Блядь! Чувак, вот это уже плохой знак. Это не самое лучшее начало вечера. Ну, как бы, чуваки, чуваки. Вот, нас уже ждут. Я вот не понимаю, почему они вот так вот сильно переживают. Потому что вот сколько раз я ходил, не было ничего, вот прям сверхъестественного, за исключением вот этой непонятной девочки, которая стояла за спиной. Что-то вот прям экстраординарного, вот ни разу не было. То есть 9 я не смутил. 9? Ну, хер его знает. Может, это ты дышал. Потому что ты когда, ну, люди выдыхают, вдыхают, всё равно звуки похожие были. Ну, я не знаю, я прям вот не такой сторонник. Какие-то знаки вот все видят. О, хмара, хмар, о, сейчас мы напридумаем ещё кучу всякой херни. Чувак, как здесь надо... Вот, как пиздец. Чувак, посрался? Во-первых, я хочу назад. Я знал, что... Мне нельзя назад, нельзя сказать эти стены, слышат, у них есть глаза. Пиздец, пожалуйста. Сработало. Со второго раза. Так, у тебя в машине ничего не пищено? Это по парктроник. Парктроник увидел кого-то с перья. Ну, вот вам. Что ты в шоке? Вы приехали. Спасибо, родная. Когда мы ехали, случайно переключили волну, и там была какая-то вообще церковная история о вере и обо всём нам как будто прочитали. Серьёзно? Верующим, я не могу. Я могу сказать, что всей своей тоской стремлюсь к Богу. В ту меру, на какую способен, люблю я. В малую меру слушаю, поклоняюсь им. Учитывая, что вон в окне церкви кто-то на нас смотрит. Или это уже кажется? Нет, да. Такое ощущение, что мы здесь уже были. Да ты что? Здесь кто-нибудь есть? Ну, не самый лучший вопрос. Да, я там в прошлый раз чуть не упал. В общем, парни, я предлагаю вот такую схему. Сейчас мы берём, определяем комнатой и рассловимся по парам в эти комнаты. И, соответственно, мы так проведём. Здесь оставшийся лигенд. Так, а вот если выключим свет, давайте просто попробуем почувствовать. Выключи свет? Да, давайте. Немножечко. Давайте. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Чувак, мне кажется, сейчас жители просто придут с деревенью. Они всё слышат. Тихо. Ребят, идите сюда. Вот на этом месте... Девять? Девять будет. Да, вот получается вот здесь не стоит. Это стоило вот так, где мы... Да, да. Ну-ка здесь, Парусин. Заня, заброшка. А что это? Кто-нибудь есть здесь? Здесь кто-нибудь есть? Блин, ты думаешь, действительно, мне сейчас ответят? Парни! Господин Сеня! Да. Садо, ваша комната. Сюда? Чувак, мы же хотели... Сюда, иди. Это ваша комната. Чувак, я не хочу в этой комнате. Смотри, Андрей. Просто посмотри туда. Идиот. Чувак, я не хочу в этой комнате. Блядь. Чувак, за что? Это ваша комната. Мы же хотели выбрать, кто с кем. Такого уже не будет. Это испечает все из правил. Я верю в тебя. Я в тебя тоже верю, но вот эта картинка меня напрягает. Почему вы ее сегодня не выбрали? А? Почему вы не хотите остаться с Даником в этой комнате? Она максимально уютная для вас. Вы же гостбастеры с сотого левела. Да, вы же вообще не все... Я-то тут при чем? Он только учится. Тут суть такая. Я хоть и абсолютный скептик. Давайте будем играть по правилам тех, кто вообще вызывает духов и прочей херни. Максимальная серьезность, вот прям реально, вот здесь... Хорошо, я понял. Ты это сказал раз в девять. Нет, нет. Сколько раз? Девять. Ну вот, просто реально здесь какая-то херня творится. Чувак, там началась лампа. А, сейчас я... В общем, парни, выключи сейчас камеру. Ты чё-то бледный какой-то. Не представляю, что у меня происходит сейчас в организме. Там полотенце, мне кажется, оно в крови. Девять. Кстати, мы там не были. Пойдем сейчас посмотрим. Подожди. Ну нет, там просто розовый. Ёбаня, в рот что-то. Тут не видно, блядь. Видишь? Нет, видно. Стой. Надеюсь, ты снег. Вот смотришь американские фильмы и думаешь, нахуя они туда едут? И сейчас, получается, я сделал тот самый. Ничего страшного. Ой, ебаня. Ты серьезно? Чё такое? Сосочная картинка. Это очень страшно смотрится. Ну, подожди. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Ну и вот. Ну и вот. И, короче, этот человек заходит в этот дом. И как только он заходит, то есть он не может больше оттуда выйти. Потому что так, он вроде пытается, а его что-то держит. Они не думают, а какие-нибудь. Давай сейчас, может, не будем, а потом купить. Просто посмотрели его нахи. У них-то нет таких наушников, как у тебя. Я с удовольствием отдам. Чувак. Сейчас помехи. Помехи на звуке. Слышишь? Прямо. Слышишь? Чего ждем? Непонятно. Просто реально, вряд ли. Вдруг и со углом. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда. Ой, ребятки, привет. Я пиздрый Степа. Пиздрый. Ой, чувак, короче. Она сидит на скамейке. Она на скамейке, на ступеньке. Сука. Кто это? Димаш, что-нибудь в право. Вдруг? Что это? Олки. Кидал полосу, туда, туда руки, десь мир. Ебать. Блин, это кто-то делает. Ребят. Да. Вышли? Да. Вышли? Вышли? Что? Это Артур Садор? Парни, вы слышали? Это кто говорил? Что именно? Ну вот это, где делал. Так никто из нас не делал этого. Да я тебе умоляю. Да я тебе отвечаю, бей. Тебе говорил, звук отсюда идёт. Блин, ребят, либо это сейчас кто-то очень жёстко стебётся над нами. Блин, а уедайте Диман. Я говорю, чувак, Диман сидит впереди, а это за. Дим, ну это ж реально кто-то из нас сделал, да? Блин, я отвечаю. Вот мы сейчас… Но это не вы сделали. Сейчас мы можем приехать, я тебе говорю, домой. Я тебе сразу же врубаю камеры. Ставлю этот момент на всех камерах и ты смотришь. Ладно, спускайся. А дайте один свет нам сюда. Не, ребят, дайте я закидываю. История. Тихо. История. Тихо. История. Бля, ребят, 100% это просто кто-то сейчас стебнулся над нами, потому что чисто практически свет, свет в усадьбе виден. И кто-то мог действительно просто простебаться над нами. Правда, кто мог здесь ходить в это время, непонятно. Ну просто звук был очень, очень похож то ли на человеческий, то ли, ну, так волки точнее боют. Вот, херня все это. Да! Ну, там ничего. Ну, я бы хотел вернуться, если честно. Реально хер знает. Но если это реально кто-то из нас сейчас прикольнулся, и на камерах это будет видно, я этого человека грохну просто. Ребята, вот такая вот херня произошла на этой заброшке. Честно, я искренне думаю, что это просто кто-то над нами пошутил, потому что дорога рядом, деревня рядом, но всякое бывает, потому что когда мы туда вернулись еще раз для съемок проекта Паранормальное, мы увидели там большие собачьи, либо волчьи следы. Не знаю, что это было, и мне кажется, мы уже никогда не узнаем. Но в любом случае, если вы хотите действительно посмотреть проект Паранормальное, то ткните сюда. Если хотите посмотреть предыдущий влог, то ткните сюда. Подпишитесь на канал, потому что через два дня выйдет реально крутой ролик. Пока-пока.